Во-первых, я хочу представиться. Меня зовут Владислав Шаповал. Я являюсь представителем корпорации Microsoft по вопросам защиты прав и собственного строения. Тема вебинара, на которую я хотел бы рассказать кое-что и ответить на вопросы, это распространение использования компьютерных программ Microsoft и аспект юридического характера, которые с этим связаны. Я вижу опять же, что пропадает звук. Давайте попробую поближе к микрофону. Вот теперь скажите, пожалуйста, слышно ли меня хорошо, напишите в чате. Слышно, да? Отлично. Тогда начнем. Несколько слов касательно рисков использования нелицензионного ПО. Дело в том, что понятно, что мы будем сегодня говорить об, в первую очередь, нелицензионных копиях по Microsoft, касательно преимущества легальных продуктов, касательно видов лицензирования, касательно прочих вещей, связанных с легальным ПО. Я думаю, это тема для отдельного семинара и не одного. Но сегодня же, в силу специфики моей работы, моей обязанности, я хотел бы сконцентрироваться именно на нелицензионных продуктах Microsoft, которые циркулируют на рынке, и теми рисками, которые с этим связаны. На слайде, коротко свяжите память, я думаю, все прекрасно осознают, какие риски несет нелицензионное ПО для потребителя, для пользователя этой пробелы в кибербезопасности, киберопасность, которую она несет, зловредное ПО, вирусы, прочие повреждения в нормальном функционировании техники. Финансовые риски связаны с тратой денег как на сопровождение нормального функционирования этой инфраструктуры, так и возможные финансовые потери, связанные с издержками в суде, с юридическими разбирательствами. Репутационные риски для солидной компании тоже имеют большое значение, если она будет увлечена в нарушении прав другой, не менее солидной компании. Это, безусловно, повлечет определенные потери как для компаний внутри Украины, так и на, скажем, каких-то международных рынках. Известны случаи, когда компания не получала финансирование, не могла привлечь инвестиции, по той причине, что у нее были проблемы с лицензиями на программные продукты. Ну и, наконец, юридические риски – это то, о чем мы будем сегодня говорить, то, что связано с нормативными законодательными требованиями, которые в Украине есть и куда бедно, но применяются. В чем эти риски заключаются сейчас на слайде, я тоже освежу память, я думаю, многие присутствующие их понимают. Двигаясь по очереди, в первую очередь, юридический риск, который возникает у пользователя или продавца программных продуктов, нелицензионный. Это, в общем-то, контакты с правоохранительными органами. Наверное, самый известный и популярный риск. Я думаю, все слышали об обысках, об проверках, которые происходят, об, скажем так, не совсем законных мотивах. Сегодня есть единственный государственный орган, который… Меня слышно? Опять пишет пропал звук. Отлично. Так вот, на сегодня основной и, пожалуй, единственный орган, который компетентен в проведении подобных силовых мероприятий, это МВД или полиция, как сейчас она называется. Кроме того, в Украине существует государственная служба индивидуальной собственности, в составе которой есть специальная инспекция. Так вот, эти инспектора также уполномочены проводить проверки предприятий на предмет соблюдения лицензионных прав на программные продукты. Следующий риск, связанный с юриспруденцией, это, скажем так, временная потеря компьютеров, поскольку в ходе проверки или в ходе обыска в рамках уголовного дела эти компьютеры могут быть и, скорее всего, будут изъяты на исследование, на экспертизу, что, естественно, повлечет определенное нарушение бизнес-процессов, обыск, изъятие компьютеров и современное предприятие, по сути дела, приводят к его параличу. Это нужно осознавать и, соответственно, не доводить до подобной ситуации, чем дальше. Надо понимать, что вовлечение в уголовное производство, то есть участие в нем в том или ином качестве, это также дополнительные нервные клетки, дополнительная нагрузка, дополнительные неудобства для руководства или для компетентных сотрудников компании. Необходимо участвовать в допросах, необходимо участвовать в судебных заседаниях и, как юрист, могу сказать, что для неподготовленного человека это всегда стресс, это не то времяпровождение, которым, наверное, стоит заниматься. Нельзя не сказать о том, что в результате нарушения, в результате вот этого юридического преследования вполне возможен обвинительный приговор, судебное решение, по которому нарушители будут взысканы некоторые санкции. Ответственность, установленная на законном, она достаточно серьезная, и мы об этом поговорим позже, так что риск применения санкций, он существует, и примеры этому есть, я о них скажу. Ну и, наконец, материальные потери. Дело в том, что Microsoft предъявляет материальные претензии к пользователям, к продавцам и лицензионному ПО, поэтому выплаты компенсации, возмещение ущерба – это еще один риск и, пожалуй, один из, наверное, основных, поскольку иногда выходит так, что экономия на лицензиях приводит к значительно большим финансовым потерям для такого продавца или пользователя. Вот это вкратце о рисках, о которых мы будем говорить, а теперь давайте о них же детальнее. Итак, первое, о чем хотел бы говорить, это, собственно говоря, какие есть виды нарушения прав витеральной собственности, и, собственно говоря, распространение лицензионного ПО, продажа лицензионного ПО, и не только ПО, но и некоторых других предметов, как это квалифицируется с точки зрения закона. Можно назвать несколько разновидностей такого нарушения, такого распространения контрафакта. Некоторые из них существуют давно, десятилетиями, некоторые появились относительно недавно. Я вижу, опять пишут, что нет звука. Давайте попробуем. Тогда еще 2 секунды, я попробую подключить гарнитуру. Одна секунда, я попробую через гарнитуру, может быть так, со звуком. Я подключил гарнитуру, может быть так будет лучше. Отлично. Я тогда... Все, супер. Значит, я хочу остановиться на видах нарушения, то есть, собственно говоря, какие есть разновидности распространения лицензионного ПО. И начнем с самого древнего по времени, это тиражирование и продажа контрафактных или пиратских дисков, лазерных носителей или других медиа, на которые записаны нелицензионные копии. Этот вид уходит в прошлое вместе с лазерными дисками, однако на сегодня он по-прежнему встречается, по крайней мере в Украине. Я помню времена, когда на территории Украины действовали целые заводы, которые занимались тиражированием контрафакта. Сейчас это в основном происходит, скажем так, в кустарных больше условиях, однако по-прежнему есть пользователи старой школы, которые нуждаются в том, чтобы у них программа была записана на некий носитель. И по-прежнему есть Петровка и ряд других рынков, где можно прийти и купить на DVD все, что угодно, в том числе по Microsoft, естественно, нелицензионные. Следующая разновидность нарушения, которая как раз в большей мере касается, я думаю, аудитории сегодняшней, это установка или запись на компьютер программных продуктов в магазинах, в сервис-центрах, на заказ, по объявлению. Естественно, опять же, речь идет о тех случаях, когда записываются, устанавливаются нелицензионные копии программ, не с оригинальных носителей, не те, за которые уплачена была сумма за лицензию, а контрафактные копии. Здесь заказчиком выступает конечный пользователь, а магазин, продавец, сервис-инженер или просто специалист в этой сфере оказывает подобные услуги. Оказание этих услуг – это, собственно говоря, такое же нарушение авторского права, как и продажа пиратского диска. Пиратство в интернете, то есть предоставление возможности загрузить продукт с того или иного веб-сайта. Итак, пиратство в интернете, предоставление возможности загрузить нелицензионные копии продукта с веб-сайта или предоставление ссылки на такой ресурс. Надо сказать, что, опять же, Украина славится тем, что сфера интернета здесь никак не регулируется. Есть огромное количество ресурсов, где без проблем можно скачать самые разные программные продукты. Опять же, это все делается без разрешения правообладателя, и в полной мере это касается продуктов Microsoft. Речь идет и о торрент-ресурсах, и об даже обычных веб-сайтах или обычных серверах, локальных или подпишенных в интернет, где пользователь может найти все, что угодно, скачать это самостоятельно или с помощью специалиста. Ну и, наконец, самый новый вид нарушения и разновидность нелицензионного распространения продуктов Microsoft – это продажа наклеек сертификатов подлинности или распространение ключей продукта, которые как бы создают видимость легальности. Мы об этом поговорим прямо сейчас. И надо сказать, что, опять же, это явление в последнее время приобретает массовый характер в Украине, хотя еще какое-то время назад, там год-два, о нем никто не слышал. Сейчас же этот вид нарушения становится все более и более распространенным. Поэтому я хотел бы несколько слов сказать об этих вещах, сертификат подлинности, ключ продукта, а также, собственно говоря, как это расценивается, что это такое с точки зрения Microsoft и можно ли их продавать или передавать свободно, являются ли они чем-то легальным. Итак, сертификат подлинности или Certificate of Authenticity – это наклейка, как правило, предназначенная для размещения на корпус компьютера или на корпусе, на коробке коробочной версии, которая является, скажем так, составной частью, неотъемлемой частью лицензионной копии продукта Microsoft и, как видно из названия, в переводе с английского языка, это подтверждение легальности копии. То есть, иными словами, это наклейка, подтверждающая легальность той копии продукта, которую пользователь приобрел в магазине, в интернете, у партнера, на веб-сайте Microsoft, неважно. То есть, по сути дела, это подтверждение легальности копии. Но нужно понимать, что сам по себе сертификат подлинности, сама по себе наклейка не является лицензией, она не является документом, который имеет собственную цену, она не дает права на использование того программного продукта, который на этой наклейке написан. Более того, наклейка не может продаваться отдельно от продукта. Скажем, покупая компьютерную технику с предустановленным Microsoft Windows, наклейка сертификата будет размещена на корпусе ноутбука или системного блока, или в последнее время внутри на одной из внутренних частей компьютера. Покупая коробочную версию, наклейка будет клеена на коробку. Покупая корпоративную лицензию, наклейка будет размещена на бланке корпоративной лицензии. Но отдельно наклейка сертификат подлинности не продается Microsoft. И сама по себе она ничего не значит. Более того, продажа такой наклейки пользователю под видом лицензии, под видом того, что он покупает права на использование программного продукта, это нарушение авторского права. Точно такое же, как продажа пиратского диска или предоставление ссылки для скачивания контрафактной копии в интернете. То же самое касается ключа продукта. Product Key это средство для активации лицензионного программного продукта, за которое уплачены деньги, который легальным образом получен, скачен или записан на носитель. И это комбинация из 25 символов, которая подлежит введению в определенных местах, либо на веб-сайте, либо в момент активации продукта в компьютере. Но сам по себе ключ продукта не является лицензией. Сам по себе ключ продукта не дает никаких прав на использование. И поэтому в тех случаях, когда эти ключи распространяются и позволяют активировать продукт, это точно такое же нарушение без уплаты денег за лицензию. Это точно такое же нарушение, как продажа этих самых пиратских дисков или установка нелицензионного ПО с лазерного образа в память компьютера. Ключ продукта предоставляется некоторым пользователям и позволяет активировать большое количество копий в течение короткого времени. Но, повторюсь, этот ключ продукта привязан к лицензию, привязан к тем правам, которые этот конкретный пользователь получил от Microsoft. Microsoft не продает ключи отдельно, не разрешает это делать никому. И, соответственно, кто занимается таким распространением, он нарушает авторские права Microsoft. Более того, если продавец, магазин или частное лицо, предлагающий купить у него наклейки и утверждающий, что тем самым пользователь приобретает лицензию, он вводит такого пользователя в заблуждение. И такие действия могут быть расценены как мошенничество. То есть умышленное введение в заблуждение с целью получения выгоды. Более того, иногда эти наклейки или эти ключи продукта продаются за деньги, сопоставимые по цене с актуальной версией легального программного продукта Microsoft. Я хочу, вижу вопросы, возникают я, если позволите, на них отвечу после окончания слайдов. Во-первых, может быть, на некоторые вопросы ответы будут содержаться непосредственно в моих словах или на экране. Ну а если нет, то я потом внимательно прочитаю все, что спрашивается и отвечу. Так что записывайте пока в чат, а по окончанию спича я все прочту и постараюсь ответить. Итак, еще раз. Наклейки из сертификата подлинности и ключи продукта не являются лицензией сами по себе, не дают прав на использование продукта, не могут продаваться отдельно от продукта, а если кто-то продает это, он нарушает авторские права Microsoft. Это самое важное, что необходимо запомнить. Поэтому любые предложения на рынке, когда идет речь о том, что продаются наклейки, продаются лицензии в виде наклейки и так далее, это все обман, это все незаконно. В некоторых случаях говорят, что, минуточку, а наклейки оригинальны, это не подделка, это не какие-то там, скажем, на принтере распечатанные бумажки, это сертификаты подлинности, отклеенные от системных блоков, старых компьютеров, и переклеенные на новые компьютеры. В чем проблема? Проблема в том, что это не разрешается Microsoft, это нарушает условия лицензии на OEM-продукт, поскольку OEM-версия продукта привязана к конкретному железу, к конкретному системному блоку, ноутбуку и так далее. И, соответственно, при условии, что такое железо не работает, например, устарело, сломалось или что-то еще, это означает, что тем самым как бы и копия программы, которая предустановлена, она, скажем так, умерла вместе с компьютером. И для того, чтобы использовать эту или новую программу на другом компьютере, необходимо приобрести новую лицензию, получить новое право, заплатить новые деньги за новый продукт. Увы, это не тот случай, когда переклеив наклейку или продав ее кому-то, передается право на использование. Это запрещено Microsoft, это противоречит условиями лицензии, и, соответственно, это нарушение, если это происходит. Я говорю о нарушениях, об ответственности, о санкциях. А кто в зоне риска? Кто, собственно говоря, конкретно может быть привлечен к ответственности? Кому важно очень внимательно и тщательно подходить к вопросам соблюдения лицензионных прав, выбора правильного продукта, проверки, а все ли он делает законно? В зоне риска несколько категорий людей. В первую очередь, если мы говорим об продавцах, то, конечно же, это непосредственно продавец софта, то есть тот, кто занимается либо в магазине оффлайновом, либо на сайте коммуникации с клиентами и предлагает им купить тот или иной продукт, получать от них деньги. В той же мере, это касается тех самых распространительных наклейок или ключей, те, кто размещает объявление в интернете, продаю лицензии по 300 гривен, есть наклейки, которые снимут все вопросы при проверке и так далее. Такие продавцы абсолютно рискуют наравне с продавцами пиратских дисков или установщиков. Установщики. Еще одна категория. Сотрудник сервис-центра по обслуживанию компьютеров. Студент, давший объявление о том, что он оказывает скорую компьютерную помощь и готов обновить, установить любые программы. Все эти люди также рискуют, в случае, если они будут пойманы, отвечать за нарушение авторских прав Microsoft. Владелец веб-сайта, на котором контрафакт распространяется или предлагается к скачиванию, под термином владелец я понимаю не того, на чью имя сайт зарегистрирован или домен имя делегировано, а кто непосредственно за этим сайтом стоит в широком смысле слова. Это, опять же, может быть и частное лицо, это может быть директор компании, чей веб-сайт предлагает подобные вещи. Все эти люди попадают под понятие владельца веб-сайта, и все они могут отвечать, если нарушение вскроется. Ну и, наконец, если мы говорим о конечном пользователе, на компьютерах которого существуют, имеются нелицензионные копии программы Microsoft, то здесь рискует, в первую очередь, так называемый компьютерщик, IT-специалист, сотрудник, работник, отвечающий за IT-инфраструктуру компании. Именно к нему, в случае чего, будут, в первую очередь, обращены вопросы, и даже если он понимал, что с лицензиями есть проблема, что не все продукты легальные, которые используются, поднимал вопрос перед руководством неоднократно, однако не настоял на том, чтобы проблема была устранена. Именно такое, эти специалисты, будут отвечать за нарушение авторских прав Microsoft, если нелицензионные копии будут на компьютерах обнаружены. Ну и, наконец, помимо конкретных, так сказать, физлиц, конкретных людей, в зоне риска предприятия, пользователь или предприятие продавец, поскольку к юридическому лицу, одновременно с претензиями к индивидууму, также могут быть предъявлены претензии материального характера, и предприятие будет отвечать за нарушение авторских прав Microsoft и причиненные убытки. Какие есть формы преследования нарушителей, то есть, какими путями можно двигаться корпорацией Microsoft, защищая свои авторские права? Первый путь – это административное преследование, административное производство, нарушение авторских прав, такое же админправонарушение, как и, скажем, нарушение права дорожного движения, превышение скорости и так далее, за что установлен штраф в определенном размере, а также дополнительная санкция конфискации носителей с нелицензионными копиями программы продуктов. В некоторых случаях ответственность уже уголовная, и уголовное преследование заключается в том, что в рамках уголовного дела проводятся расследования, проводятся определенные следственные действия, обыски, допросы, экспертиза, изучение документов. После чего уголовное дело рассматривается судом, который и выносит приговор, обвинительный или оправдательный, и в случае обвинения, в случае подтверждения факта нарушения прав Microsoft, применяет уголовные санкции. Ну и, наконец, третий вид – это гражданское или хозяйственное судопроизводство, то есть те самые материальные претензии, которые Microsoft может предъявить к пользователю или продавцу. Здесь юридическая работа заключается в сборе доказательств изначальных, потом, опять же, в тех же самых судебных заседаниях, и, наконец, в случае удовлетворения иска и взыскания компенсации, то исполнение такого решения, то есть получение денег с нарушителя. Я думаю, наиболее интересным, с точки зрения практической, будет все-таки то, как происходят именно уголовные преследования за нарушение авторских прав вообще и нарушение прав Microsoft в частности. Первое, что нужно сказать, на сегодня уголовное дело, или, говоря по правильному, уголовное производство, открывается автоматически по факту подачи правообладателям, в частности, корпорации Microsoft, заявления о нарушении авторских прав. При этом заявление может подавать не только правообладатель, не только Microsoft. Это нужно понимать. Таким основанием может выступить, скажем, жалоба недовольного клиента магазина, который хотел купить рецензионный продукт, был уверен, что он его покупает, заплатил за него, а потом обнаружил, что у него там какая-то непонятная наклейка, продукт не активируется, или какие-то еще претензии возникли, и он жалуется на продавца в МВД. Это могут быть доброжелатели, конкуренты, бывшие работники, недовольные увольнением, кто угодно, кто решил, так сказать, настучать, говоря по-простому, на своего оппонента и сообщил информацию о том, что в работе такого предприятия используются не лицензионные продукты Microsoft, или магазин занимается тем, что продает контрафактные копии или какие-то наклейки, которые на самом деле не являются лицензиями. Все эти вещи, все эти заявления, все эти обращения могут послужить формальной причиной для открытия уголовного производства. Повторюсь, оно открывается автоматически, по факту подачи заявления. Никаких там дополнительных проверок, ничего не нужно. В рамках уголовного расследования полиция, мне по-прежнему сложно и непривычно применять это слово в отношении наших милиционеров, однако теперь называется именно так. Итак, полиция в рамках уголовного расследования может совершать ряд следственных действий. В частности, собирать доказательства, скажем так, тайно, проводить контрольные закупки, собирать данные о предприятии, потом обратиться к этому предприятию, скажем, с претензиями, вернее, с вызовом на допрос. Более того, по решению суда может быть проведен либо обыск и изъятие компьютерной техники с подозрительными продуктами, или так называемый временный доступ к вещами и документам. Здесь также необходима предварительная санкция суда, но так или иначе это все происходит в рамках уголовного дела, и в любом случае это, скажем так, санкционированное судомероприятие, которое проблематично оспорить или отменить, остановить, если следователь совершил все правильно. После изъятия, если компьютеры с подозрительными программными продуктами, на которых нет подтверждающих документов, нет свидетельств о том, что лицензия была приобретена, такие компьютеры будут изъяты и отданы на экспертизу. Это требование закона. Эксперт должен установить, во-первых, какие именно продукты реально установлены, кто правообладатель, и какие конкретные версии инсталлированы. Это имеет значение для дальнейшей судьбы дела. Хочу обратить внимание, что в случае наличия каких-то наклеек сертификатов подлинности или, скажем, использования для активации тех или иных ключей продукта, эта информация тоже может быть проверена на предмет подлинности. У нас есть случаи, когда следователь обращается и дает нам запрос, которым указывает определенный номер ключа продукта и спрашивает, а, собственно говоря, кто этот ключ может использовать и в каком количестве продукты могут быть по нему активированы. Вся эта информация тоже может быть перепроверена в Microsoft. Ну и, наконец, когда экспертиза закончена и вся необходимая информация собрана, она предоставляется нам, как представителям Microsoft или другим правообладателям для расчета причиненного ущерба. Если он причинен, если нелицензионные продукты на компьютерах были обнаружены. В чем состоит ущерб? Когда мы говорим о нелицензионном использовании или продаже контрафактных продуктов, или продаже наклеек, или предоставлении возможности скачать, пиратскую копию в интернете или там получить ключ. В чем же состоит ущерб, что, так сказать, теряет правообладатель Microsoft? Здесь применяется принцип так называемой упущенной выгоды. То есть ущерб Microsoft состоит в том, что корпорация не заработала, не получила определенную сумму денег из-за того, что пиратские копии были проданы и инсталлированы на компьютеры пользователя. То есть, иными словами, одна пиратская копия, скажем, Windows 7 вытеснила с рынка лицензионный экземпляр, который не продал Microsoft или его партнеры, не заработали на этом денег, соответственно. И вот эти незаработанные деньги являются той самой упущенной выгодой, тем самым ущербом. Рассчитывается сумма ущерба, сумма этой упущенной выгоды на основании розничных цен на лицензионные продукты, причем под розничными ценами понимается цена коробочной версии, так называемой. То есть той версии, которая продается поштучно, которую можно купить без каких-либо дополнительных условий, она не привязана к каким-то, скажем, параметрам покупателя, она не привязана к технике определенной, она не привязана к прочим условиям, не содержит никаких скидок по поводу вида деятельности предприятия. Это то, что можно прийти в магазин или зайти на сайт и купить, потом перепродать, подарить, все, что угодно сделать. Вот именно эта коробочная или FPP-версия, цена ее как раз используется для расчета суммы ущерба. То есть, скажем, если на компьютере пользователя или при продаже в магазине установлено, что продано три пиратских копии Windows 7, сумма ущерба будет составлять стоимость легального лицензионного экземпляра Windows 7 коробочного умноженной на 3. Все очень просто, достаточно простая формула и надо понимать, что если обнаружены пиратские копии, скажем, OEM-версии продукта или используется ключ, который на самом деле был выдан для, скажем, образовательного учреждения, а в реальности были активированы продукты для обычной коммерческой организации, во всех этих случаях все равно ущерб будет считаться по стоимости лицензионного коробочного продукта, умноженного на количество пиратских копий. В законодательстве существует понятие порогового размера ущерба. Это та сумма, которая определяет, к какой ответственности привлекается нарушитель, продавец или пользователь в случае нелицензионного использования или распространения продуктов Microsoft. Если пороговый размер превышен, наступает уголовная ответственность. Если он не достигнут, то административная. Вот тот самый штраф, как за нарушение ПДД. Пороговый размер ущерба колеблется во времени, он привязан к минимальной заработной плате. И вот в 2016 году его сумма составляет 13 780 гривен. Иными словами, если, скажем, зафиксирован факт продажи нелицензионных копий продукта, лицензионные копии, которого стоят больше этой суммы, будет гарантированно возбуждено уголовное дело. Иными словами, опять же, переводя на современные цены, по сути дела, двух компьютеров с пиратскими копиями операционной системы и пакеты в офис, уже будет с головой достаточно для того, чтобы наступило именно уголовное дело, а не административное. То есть пороговый размер достаточно невысокий в Украине. И, по сути дела, любой факт нарушения, который может быть зафиксирован или может быть обнаружен, он автоматически ведет к уголовному производству. Админ дела – это достаточно редкий случай, именно по той причине, что сумма ущерба, как правило, уже составляет большие суммы. Какие санкции могут быть применены? Они на экране. Я коротко пробегусь. Админответственность – это штраф. Минимальная сумма – 340, максимальная – 3400 гривен, плюс конфискация носителей. Под носителями понимаются не только, скажем, диски или какие-то флеш-мемори, а и жесткие диски, и вообще, как таковые, компьютеры, лэптопы. То есть в итоге уголовного разбирательства нетбуки могут быть конфискованы, вне зависимости от того, что они были куплены и не имеют отдельную стоимость. В уголовном законе, в Уголовном кодексе, есть статья 176, которая устанавливает уже более серьезные санкции за нарушение авторских прав. Тут уже сумма штрафа максимальная – это 51 тысяча гривен, или исправительные работы до двух лет, или даже лишение свободы, максимальный срок которого – 6 лет. Плюс, опять же, та самая конфискация носителей с пиратскими копиями программных продуктов. Ну и, наконец, материальная ответственность или гражданская ответственность, то есть то, что возмещается в пользу правообладателя. Если штраф взыскивается в пользу государства, то в гражданском судопроизводстве будет взыскана именно сумма в пользу Microsoft. Так вот, закон, статья 52 закона Украины об авторском праве, она дает возможность взыскать либо возмещение ущерба, то есть ту самую пущенную выгоду, или взыскать компенсацию за нарушение авторских прав, максимальный размер которой составляет 65 миллионов 850 тысяч гривен, и точная сумма определяется судом после рассмотрения дела и учета всех обстоятельств. Здесь на экране несколько цифр за последний период времени. Я специально отобрал информацию об делах, связанных с распространением пиратских копий программ Microsoft. Есть отдельная статистика по конечным пользователям, но я думаю, она здесь не сильно интересна. Что касается канала, что касается продавцов нелицензионного по ТО, по уменьшенной информации, 73 уголовных дела за последние два года было возбуждено и расследовано, из которых 30 дел это продавцы компьютеров и 43 дела это установщики по, на заказ, по объявлениям или в сервис-центрах. Чтобы было понятно, скажем так, интенсивность рассмотрения, вот только в конце 2015 года было 9 обвинительных приговоров против нарушителей, против, 6 дел против продавцов компьютеров и 3 против установщиков. То есть эти дела достаточно интенсивно и ритмично расследуются вот по той схеме, о которой я рассказывал. Надо сказать пару слов о том, как суды относятся к подобным делам. В отличие от, скажем, 90-х или там 2000-х годов, когда мало кто в судах и не только в судах понимал вообще, что такое авторское право, что такое компьютерные программы, как они соотносятся, какая ответственность за нарушение предусмотрена. На сегодня суды достаточно хорошо разбираются в вопросе и есть определенные тенденции, которые уже, скажем так, применяются во всех делах по накатанной, есть прецеденты, на основании которых практика остальных дел происходит, ну, по сути дела, автоматически. И вот о чем я хотел сказать, это об взыскании компенсации вместо возмещения прямого ущерба. Я приведу пример, скажем так, абсолютно практически. Допустим, есть компания-пользователь, у которой 10 компьютеров, на каждом из которых установлен нелицензионный, ну, тот же Windows 7. Стоимость лицензионного экземпляра Windows 7 составляет, ну, опять же, давайте допустим, 3000 гривен. Соответственно, если бы пользователь купил лицензии, 3000 умножить на 10, он бы заплатил 30000 гривен. Это была бы та цена, которую он бы заплатил за лицензионные продукты, и который мог бы абсолютно спокойно использовать в случае уголовного дела или там проверки, показать документы, снять все вопросы и как бы забыть об этой теме вообще. Теперь допустим, что такой пользователь попался по каким-то причинам, либо на него информацию собрали мы, либо он кому-то насолил перешел дорогу и информацию о нем передали доброжелатели, или полиция проявила интерес, мы понимаем, что у них иногда возникает интерес не вполне законный, но, по крайней мере, формально вполне обоснованный. Короче говоря, факт использования 10 нелицензионных копий Windows 7 был обнаружен, установлен, этому есть доказательство. Так вот, согласно закону, согласно судебной практике, которая сложилась, Microsoft в этом случае может потребовать взыскать в судебном порядке компенсацию за нарушение авторского права, не возмещать прямой ущерб, вот эти самые 30 тысяч гривен, а потребовать компенсацию, которая является условной величиной, но есть минимальный размер, меньше которого суд не имеет права взыскать с нарушителя. Причем, этот минимальный размер, а он составляет 10 минимальных зарплат, на сегодня это 13 780 гривен, так вот, этот минимальный размер взыскивается за каждый факт нарушения, то есть, за каждую нелицензионную копию программного продукта. Итак, возвращаясь к нашему примеру, если у предприятия было на 10 компьютерах соответственно, 10 нелицензионных копий Windows 7, то размер компенсации, которая будет взыскана с такого пользователя, будет составлять 13 780 гривен, минимальная сумма, умножена на 10 фактов нарушения, то есть, на 10, и того выходит 137 800 гривен. Ну, я думаю, очевидно, что в данном случае скупой переплатил даже не дважды, а трижды, то есть, вместо покупки лицензионных продуктов сумма компенсации будет в 3 раза больше стоимости лицензий. Вот такой подход судейной практики, то есть, на сегодня попадаться в суд и платить эти компенсации, это достаточно невыгодное занятие, то есть, ее размер будет очевидно больше, чем стоила бы лицензия на тот или иной продукт Microsoft. Есть очень мало продуктов у корпораций, которые стоят дороже, у которых лицензия стоит больше вот этой минимальной суммы компенсации 13 780 гривен. это нужно понимать и доносить до пользователей. Я думаю, присутствующие работают с клиентами, пожалуйста, донесите эту информацию, что риск не только в том, что вот, а, если поймают, то в итоге придется купить лицензионные копии. Нет. Дело в том, что помимо покупки лицензионных продуктов придется заплатить компенсацию, сумма которой может быть трижды больше, чем стоимость лицензии. Поэтому, если компания и пользователь считает деньги, она должна этот риск, этот фактор подобных абсолютно необоснованных и как бы бессмысленных материальных затрат учитывать, принимая решение. Я все время говорю о неких абстрактных вещах, о нормах закона, об санкциях. Хотел бы привести конкретные примеры и дел, с которыми мы сталкиваемся, которые ведем. И первый пример касается продажи наклеек. То есть, вот абсолютно типичный для сегодняшней ситуации случай, когда есть некий веб-сайт, а именно он расположен был на портале Prom.ua, сайт Don.com Prom.ua, на котором было размещено несколько, ну, множество объявлений о продаже продуктов Microsoft. Причем скидки предоставлялись на наклейке лицензии, в частности Windows XP наклейка продавалась по цене 500-700 гривен. Я думаю, многие пользователи заинтересовались этим предложением и заплатили деньги, получили наклейку и были уверены, что у них теперь все легально, они теперь лицензионный пользователь. Что на самом деле не так, как мы уже разобрались. И об этом сайте стало известно на Microsoft. Мы в марте прошлого года провели сначала контрольную закупку, заказали на этом веб-сайте некоторые продукты. Продавец прислал нам вот те самые наклейки, причем некоторые из них были, судя по всему, оригинальными, отклеенными от других компьютеров, а также кустарно записанные DVD с копиями тех программ, наклейки, по которым он прислал. Мы провели исследование, подтвердили, что эти наклейки, во-первых, либо контрафактные, либо отклеенные, предназначались для других компьютеров и для других рынков. После чего обратились в МВД. Было в июле 2015 года инициировано уголовное производство по статье 176 нарушение авторских прав, а также по статье 190, это мошенничество, и статья 229 уголовного кодекса, это незаконное использование знака для товаров и услуг. А нужно понимать, что наклейки содержат торговые марки Microsoft. Надпись Windows, надпись Microsoft, другие логотипы. Это все торговые марки, которые не могут быть использованы без разрешения правообладателя. И, соответственно, продажа наклеек, это, помимо всего прочего, нарушение прав на торговую марку, о чем мы сообщили милицию. В течение нескольких месяцев проводилась подготовка и в октябре 2015 года был проведен обыск в офисе на складе этого онлайн-магазина. Изъята была компьютерная техника, которая там находилась в работе, а также были обнаружены, во-первых, документации о покупателях, о заказчиках этого магазина и плюс 145 сертификатов подлинности, которые, я так понимаю, предназначались для продажи в ближайшее время. И на сегодняшний день следствие еще продолжается. Я думаю, что к концу марта дело будет передано в суд. Однако магазин прекратил работу. Сейчас идет экспертиза компьютеров. Однако мы уже заявили иск к владельцу веб-сайта это частный предприниматель, который, так сказать, стоял за этим магазином. Причем сумма исковых требований составляет 2 миллиона 163 тысячи гривен. Немаленькие деньги даже по нынешним временам. И все лишь за то, что человек наладил такой бизнес по продаже наклейок. Причем, с его слов, те оригинальные наклейки, которые были обнаружены, он отклеивал от других компьютеров. Это все, так сказать, изначально было привязано к другим системным блокам, другим лэптопам. Вот он решил таким образом заработать. И в итоге, судя по всему, его заработок превратится в существенными убытками. Еще один пример конкретных дел, это буквально последнее декабрьское дело в отношении конечного пользователя. В сентябре 2015 года было возбуждено уголовное дело в Днепропетровске. Причем, Microsoft его инициировал, хочу подчеркнуть, там, очевидно, формальным основанием для открытия уголовного дела послужило обращение, скажем так, кого-то со стороны. И в ходе обыска было изъято, если не ошибаюсь, 9 компьютеров, которые использовались с предприятием. На них были обнаружены контрафактные копии продуктов Microsoft. И хотя пользователь переводил стрелки, говорил, что эти компьютеры были куплены, программные продукты ставились не нами, а кем-то еще по объявлению, несмотря на это, 28 декабря был принесен приговор городским судом города Желтые воды, по которому на экране вы видите санкции, примененные к директору предприятия. Хочу подчеркнуть, здесь в итоге из-за того, что не было IT-специалиста, не было ответственного сотрудника за парк компьютерной техники, все претензии были в итоге предъявлены к руководителю предприятия. И так, к нему было применено первых санкций три с половиной года лишения свободы, но правда с испытательным сроком на два года. Кроме того, компьютеры, изъятые в ходе обыска, подлежат уничтожению и они конфискованы. Ну и, наконец, иск, который был нами заявлен в отношении предприятия, также удовлетворен. Сумма компенсации составила почти 110 тысяч гривен. Ну и, наконец, еще один пример дела такого достаточно долгоиграющего, но талится уже практически пять лет, но характерным является то, что здесь проверка проводилась еще в 2011 году. Были изъяты компьютеры, потом долго была экспертиза, в итоге дело уголовное закончилось ничем. Но факт нарушения авторских прав был установлен. Мы, взяв материалы уголовного дела, закрытого к тому времени, предъявили иск к коммунальному предприятию Ужгородский аэропорт и в судебном порядке, в хозяйственном суде взыскали с него вот ту самую компенсацию. Причем позиция была подтверждена в судах всех инстанций вплоть до высшего хозяйственного суда. А в 2015 году аэропорт не сдавался, они обжаловали все, что только можно и в итоге в 2015 году суд признал незаконным проведением милицейской проверки. Там действительно тогдашние сотрудники МВД наломали дров, они, скажем так, безосновательно пришли на проверку, безосновательно изъяли компьютеры, это все суд установил. То есть, казалось бы, справедливость восторжествовала. Но при этом всем исковое заявление Microsoft было пересмотрено и оставлено в силе. То есть, несмотря на то, что милиция или уже полиция пришла незаконно, несмотря на то, что компьютеры забрали незаконно, это нарушение со стороны МВД, но поскольку факт нерицензионного использования был зафиксирован в документах, претензии Microsoft абсолютно обоснованы. И суд доставил в силе предыдущее решение, то есть сумма компенсации, которая была взыскана, даже несмотря на то, что милиция наломала дров в свое время. Это очень характерный пример. То есть, даже если, скажем так, пришли там с целью получить взятку, да, полицейские, но, предположим, они составили протокол, они зафиксировали факт нарушения прав, уже это даст нам основание предъявлять претензии к такому продавцу или к пользователю, и они будут обоснованы в отличие от действий правоохранительных структур. Я вижу, время стремительно бежит, поэтому на этом прекращу, наверное, со слайдами. И вижу, что целый ряд был вопросов в чате. Я сейчас буду на них отвечать скажем так, сначала. Прошу, если у кого-то они есть еще, пишите в чате, я их обязательно прочитаю. Так, про погоду, я думаю, ответ был получен. Да. Так. Да, 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 сейчас, секунду, я проматываю просто. Первый вопрос я вижу, как же ESD-канал? Там нет ни наклеек, ни бумажек, только электронный ключ. Ну, это, скажем так, это очень специфическая форма лицензирования, да, на сегодня. Все-таки основная, как бы, моя тема была классические, как бы, да, виды лицензии. И вот в этом случае подтверждением легальности будет некое письмо, да, от поставщика. Плюс, опять же, самый главный фактор или критерий, признак лицензионности это деньги. Продукты Microsoft в большинстве случаев продаются, они стоят денег. Это, может быть, небольшие суммы, может быть, существенные, но так или иначе, чтобы получить право использования продукта, как правило, нужно заплатить продуктам Microsoft. И подтверждение такой оплаты, фискальный чек, безнальный платеж, чек из терминала, все, что угодно, что подтверждает оплату, уже будет свидетельствовать о том, что пользователь оплатил лицензию. Имея такое подтверждение, 90% вопросов будет снято. Остальные какие-то признаки лицензионности, остальные внешние или прочие предметы. Это зависит от конкретного вида лицензии. Но оплата, безусловно, это признак номер один. Дальше вопрос был редакции, которая недоступна. Купили Windows 10, но нужен дистрибутив и ключ к Windows XP. Во-первых, я хочу сказать, что нужно понимать, что если на сегодня какой-то продукт Microsoft уже не продается, к сожалению, его купить нельзя. То есть, если тот же XP даже не поддерживается в плане обновлений достаточно большое время, лицензию, если пользователь не успел купить на него лицензию, использовать его каким-либо легальным образом на сегодня нельзя. Разве что, по сути дела, применяя корпоративные программы лицензирования, где есть принцип даунгрейда. В отношении родничных продуктов, увы, как бы иах здесь поезд ушел. Ну, открою маленький секрет. На самом деле, по факту, если, скажем, пользователь купил лицензию на Windows 10 или Windows 7, а фактически пользуется Windows XP, который был установлен нелицензионным еще много лет назад. Я скажу откровенно, что на такие случаи скорее всего будут закрыты глаза по той причине, что объем нелицензионного использования, уровень компьютерного пиратства в Украине максимально высок. Если хотя бы новая версия продукта куплена, но продолжает пользователь эксплуатировать старую, не установив параллельно новую, естественно, это нарушение, но ответственность за такое будет, скажем так, смягчена. Я это говорю, повторюсь, тут на меня сотрудники Microsoft, я так думаю, косо посмотрят, однако, увы, это так. Если пользователь купил лицензию на новый продукт, то к нему претензий будет меньше, их уровень, скажем так, будет ниже, чем к тому, у кого нет лицензии вообще. Дальше, при покупке нового ноутбука есть только наклейка голограмма, но нет никакого серийного номера, а точнее нету многоозначного кода. Я хочу сказать, что речь, очевидно, идет о последних каких-то версиях, о каких-то последних продуктах Microsoft, и в некоторых случаях определенные производители действительно не фиксируют сертификат подлинности на корпусе, как это происходило и раньше. К сожалению, такая ситуация существует, и в этом случае либо сертификат подлинности крепится внутри компьютера, то есть он на одном из компонентов внутри, или сертификат подлинности в этом случае не будет являться подтверждением лицензионности. Это сделано по определенным причинам, есть определенные производители, например, Hewlett Packard или Acer, с которыми есть глобальные контракты Microsoft, но в таких случаях, имея компьютер этого производителя, с большой долей вероятности можно предполагать, что там предустановлена операционная система и она является лицензионной. Во всех остальных случаях, когда производителем является другой бренд, то сертификат подлинности должен быть на корпусе обязательно. Например, какие-то украинские бренды, какие-то украинские сборки или какие-то, скажем, китайские производители не международного формата, это все как бы не тот случай, здесь Skoa должен быть на корпусе как это и положено. Плюс, опять же, нужно не забывать, что в данном случае будет, если идет речь об международном бренде, с которым есть такой глобальный контракт Microsoft, они называются M&A, в этом случае будет происходить автоматическая активация и при необходимости информация о том, что это легальный продукт, она может быть проверена. Поэтому ключ продукта в данном случае не требуется. Следующий вопрос. У меня на ноутбуке нет даже наклейки Windows 10, он просто прошит биосе. это опять же, я так понимаю, вопрос в рамках... Я в отношении технических вопросов передам коллеге. Значит, ответ на вопрос, если нету на ноутбуке голограммы Windows. На ноутбуке, значит, может не быть, однако обязательно GML, так называемый, который идет на... установлен, наклеен на ноутбуке производства мультинациональных наших партнеров, обязательно должен быть Genuine Microsoft Label, так называемый, сокращенно GML. Соответственно, если он не установлен, ни на корпусе в видном месте, может быть, он где-то под батареей, на батареи, либо он может быть еще на внешнем зарядном устройстве, Microsoft также позволяет наклеивать GML на зарядное устройство в некоторых случаях. Также надо понимать, что помимо GML или КО, которые являются подтверждением легальности установленной копии программного обеспечения, еще одним подтверждением является успешная активация. Поэтому необходимо обязательно обращать внимание, на факт успешной активации программного обеспечения. И вот я не видел вопроса, но предваряя его, хочу по поводу Windows 10 сказать, часто спрашивают, а его же можно скачать бесплатно, обновиться до него бесплатно. Что будет в этом случае тогда подтверждением лицензионности? Ответ на самом деле очень прост, поскольку обновить бесплатно до Windows 10 можно лицензионную копию предыдущей версии. Соответственно, подтверждением лицензионности будет то, что касается предыдущей версии. Если вы покупали, условно говоря, UEM версию Windows 7 и обновились потом до Windows 10, то у вас должна быть на корпусе наклейка сертиката подлинности Коа в отношении Windows 7. Плюс, опять же, в случае обновления апгрейда до Windows 10 пользователь получает письмо от корпорации, в котором фиксируется этот апгрейд. Понятно, что электронная корреспонденция не всегда выглядит убедительно, по крайней мере, пока в Украине, но так или иначе нужно этот email хранить, он может пригодиться. Следующий вопрос, вы не боретесь по контрафактам, украден ноутбук, есть заявление, а Microsoft отказался блокировать краденную версию Windows, которая стояла на вопросе. Я вопрос стандартный, привожу всегда пример денег, а вот представьте, если у вас украли деньги, вы же не просите Национальный банк заблокировать купюры, перевыпустить новую, которая была у вас, так и здесь, то есть, если пользоваться по каким-то причинам утратил лицензионную копию, сломался ноутбук, украден ноутбук, что-то еще произошло нехорошее, но, короче говоря, доступа к лицензионной копии пользователя нет. Я говорю розничных версиях, у тех, которые продаются, скажем, поштучно, в свободном обороте. В этом случае, увы, ничего не остается, кроме как приобрести новую копию, потому что старая, предыдущая утрачена, как с купюрой, с банкнотой. Увы, по-другому никак нельзя. Это не касается случаев корпоративного лицензирования, здесь ситуация проще, здесь есть некий объем копий, некий объем прав, которые предоставляются пользователю, и он может ими оперировать и управлять более свободно, здесь нет такой жесткой привязки к конкретному железу, к конкретному носителю, на которой таринная копия была записана. Так, про Петровку можно молчать, ну да, помолчим про Петровку, так, ну это, это ответит, да, и ремарка характерна, что примеры фигурируют Windows 7, а не Windows 8, 1 и 10. Ну, я хочу сказать, что первое, ну Windows 10 в принципе еще, как ни странно, не так часто попадается, потому что, видимо, продукт не сильно распространился на рынке, в отношении Windows 8, ну тоже, по каким-то причинам семерка гораздо более популярна, в том числе и с точки зрения пиратов, то есть она как пиратится и в обороте контрафактной копии Windows 7 гораздо больше. Так, по поводу пользователей по купе нас ноутбукам, я здесь хочу сделать отсылку на веб-сайт Microsoft, где есть специальный раздел, абсолютно, как бы, детально объясняющий, как идентифицировать лицензионные продукты, вот, в отношении последних версий упомянутый GML, это, ну, определенный, там, скажем так, аналог сертификата подлинности, он позволяет идентифицировать, он не так легкодоступен, не всегда на корпусе, как бы, на видном месте, но так или иначе, это четкий идентификатор того, что у вас есть лицензионная версия продукта, установленная на железе. то есть, есть веб-сайт Microsoft, где это все подробно расписано, я сейчас не буду занимать время, поскольку там масса деталей, связанных с теми или иными видами по Microsoft. есть ли значимая юридическая разница в ответственности хозяйственных лиц, так или иначе нарушающих права, ответственность конечного пользователя, еще нарушение может быть безумысла. Интересный вопрос, спасибо, на самом деле разница есть, ее нет. С одной стороны, абсолютно не имеет значения, занимался ли человек продажами или распространением пиратского ПО из идейных соображений, просто чтобы людям было остальным приятно и удобно, или он зарабатывал на этом деньги. То есть, условно говоря, продавец, который продавал наклейки за 300 гривен и человек, который просто разместил линк или предоставил возможность скачать какую-то программу в интернете бесплатно, они абсолютно одинаковые нарушители с точки зрения закона. Здесь ключевым вопросом является ущерб, который они своими действиями причиняют правообладателю. Что же касается умысла, вот здесь как раз это имеет значение, потому что если нарушение неумышленное, например, покупатель, пользователь, жертва, он был уверен, что он платит за лицензию, он был уверен, что купив эти наклейки, он тем самым покупает право на использование, а на самом деле нет. В этом случае, конечно же, отвечает не он, не такой пострадавший потребитель, а тот, кто его ввел в заблуждение, тот ему продал эти наклейки, тот, кто его убедил или составил видимость, что тот делает все легально. То есть, продавец в данном случае будет отвечать, а не такой домашний пользователь. Но опять же, нужно понимать, что иногда это, скажем так, обоюдный сговор, и продавец прекрасно понимает, что он делает что-то незаконно, и пользователь, он прекрасно понимает, что он экономит деньги, нарушая права Microsoft. В этом случае они отвечают в равных долях абсолютно. Вопрос в том, кто раньше попадется, кому будут предъявлены претензии. 7 вопросов, но пока их нет. Какие документы подтверждают легальное приобретение или продажу Windows, как отдельно, так и вместе с системным блоком или ноутбуком? Опять же, эту тему уже касался я несколько ранее, но коротко напомню. В случае покупки отдельно, то есть продукт, если, скажем, продается на полке, есть определенные материальные предметы, которые сопровождают. Это определенный диск, носитель, или, скажем, может быть даже USB-флэш накопитель, на который что-то записано. Это определенная документация, полиграфия, которая идет вместе с ним. Это наклейки, сертификат подлинности или вот этот самый Gmail, который фиксируется на том или ином предмете. Ну и в отношении предустановленного ПО, если покупаются системные блоки или ноутбук, то, опять же, здесь диск не всегда идет в комплекте, но сертификат подлинности или Gmail, он, как правило, есть, именно он является идентификатором. Ну и самое главное подтверждение оплаты. Если лицензия куплена, за нее заплачены деньги, это можно подтвердить. такая оплата, она отображается в том или ином фискальном документе. Чек, накладная, если там онлайн платеж, все равно как бы есть определенные транзакции, отображение транзакции с карточки, ну и так далее. Так, далее, купили ноутбук HP, наклейки нет, на коробку указано, что есть Windows 10, в биосе есть ключ, как мне так сказать, что это не пиратская вина. Но, опять же, коротко уже этого коснулись ранее, в случае с Windows 10 происходит автоматическая активация, вот, и, опять же, информация с веб-сайта Microsoft при отсутствии наклейки средства до подлинности для Windows 8 или 10, подтверждением наличия лицензии будет либо подлинный ключ продукта, либо активация, а в этом случае активация явно произошла автоматически, то есть, тем самым, какую-то информацию сам Microsoft может подтвердить в случае чего. Так, были выпадки стягнания с полиции компенсации на проверенные проверки? Ну, вот, спросите в Ужгородского аэропорта, не знаю, смогли ли они этого добиться, но, повторюсь, здесь незаконные действия полиции, они, как бы, не отменяют необходимости соблюдать авторские права Microsoft. То есть, даже если там что-то было незаконно изъято и там незаконно сервера забирали и тому подобное, это не снимает ответственности за нелицензионное использование или за продажу нелицензионного ПО, если этот факт будет установлен. Это очень важно и нужно понимать. Полиция только взятки берет. Ну, не только, как видите, иногда, и, видите, занимается уголовными делами тоже. Так, вопрос. Бюджетные организации, как и раньше, могут пользоваться как бокс, так и корпоративными версиями. Ну, в отношении бюджетных организаций есть единственная специфика, это, скажем так, условия траты денег. Страстные деньги тратятся по определенной процедуре, есть там тендерные процедуры и так далее. Что касается условий лицензии, то они у Microsoft абсолютно стандартные, как бы нет никаких особых разграничений для госсектора. Может быть, вопрос цены, там, да, какой-то вопрос скидок для того же тендера, но в плане объема прав, которые получают пользователи и разновидности лицензии, все абсолютно так же, как и для корпоративного сектора. Какие-то чеки, документы, какие-то договоры, все, что может вам пригодиться снять претензии, да, как бы, исключить конфликт, как бы, и минимизировать те риски, о которых мы говорим, лучше похоронить. Я думаю, это не так сложно, чем потом разбираться и доказывать свою правоту после контакта с правоохранительными структурами. Так, по поводу курса MVA по данному направлению, ну, не в моей компетенции, к сожалению, надо просто отвечать. Задайте его сотрудникам Microsoft. как сотрудники полиции определяют, кто в компании ответственный за IT? очень легко. Как я уже сказал, при отсутствии такого человека, функциональной обязанности, в которую входит ведение парка компьютерной техники, это директор, руководитель предприятия. А так, есть конкретный человек, у которого есть трудовой договор, есть там должностные обязанности, инструкция, приказ, в конце концов, или название должности. То есть, все по внутренним документам предприятия определяется, и такой человек, он абсолютно понятен после недолгого анализа. есть и право на downgrade для про-версии систем, но его можно резать в рамках стандартизации, используя носителей ключ других машин парка. Я не очень понял, честно говоря, это вопрос или утверждение, но могу сказать только в отношении downgrade, что этот принцип на самом деле применяется опять же в отношении рецензионных продуктов. Очень часто путают и считают, что можно купить Windows 10, использовать Windows XP. Как я уже сказал, это тоже не нарушение условий лицензии. Другое дело, мы закрываем на него глаза в многих случаях, но это неправильно. Так, в вашей практике для позитивного решения судом стянной компенсации на вашу корость до квазовой базы было выключено материалы правоохранительных органов. Чи инщи? Если что было инщи, то я кимчином в зибрани. Я не буду лукавить, в большинстве случаев именно материалы правоохранительных органов являются основной базой доказательной. Даже не совсем так. Они являются, скажем так, основанием для того, чтобы суд потом разрешил нам более глубоко заглянуть в эту сферу. Понятно, что Microsoft не имеет права требовать у предприятия покажите мне свои компьютеры, докажите, что вы лицензионный пользователь. Поэтому здесь материалы проверок, материалы уголовных дел первоочередные. Но, приоткрою секрет, на сегодня есть возможность в отношении новых продуктов уже без помощи МВД, без помощи силовых структур некоторую информацию проверять и, скажем так, собирать доказательства, если предприятие нарушает условия лицензии и количество продуктов, которые оно по факту использует, больше, чем тот объем, который покрывается купленной лицензией. Такая возможность есть и я думаю, что мы будем скоростью ее достаточно активно применять. Так, время заканчивается, поэтому коротко. Так, про Windows 7 можно использовать коммерческие предприятия, рабочие ПК. Почему нет? Можно, без проблем. есть лицензия на Windows 7 сборки нарушения в отделе наклейки. смотрите, нужно понимать, что лицензия это право на использование, за которое вы заплатили и получили его. У вас может быть установлена на сайт или какая-то сборка может быть установлена с пиратского носителя копия, но если вы купили лицензию, то как бы это уже ваша проблема с учетом остальных рисков, которые контрафактная копия влечет за собой, оставлять ее или переустановить новую с правильного носителя, активировать ее. но на самом деле с точки зрения закона это не нарушение. Если у вас есть лицензия на Windows 7, а установили ее с пиратского диска или скачали на торрентах, как говорится, up to you. И вот, наконец, обещанные 7 вопросов, точнее 5. Я, наверное, на их отвечу и время у нас к сожалению заканчивается. Итак, закон или то, что прогнозирует с готовым решением суда? Закон. Более того, это требование закона. То есть, по закону, по Уголовно-профессиональному кодексу суд сначала дают санкцию на обыск или на временный доступ к вещами и документам. Иначе визит милиции является незаконным как раз. Как директор подняет, что его не дурят, что проверка правомерная? Ну, могу рекомендовать только обращаться к юристам, чтобы у вас был свой представитель, который поможет правильно проконсультировать, чтобы никаких нарушений при проверке или при обыске не происходило. Какой документ на руках милиции позволяет им ввести обыск? Ну, ухвала суда, определение суда о разрешении на обыск. конкретного предприятия. Такая ухвала должна быть получена, без нее обыск незаконен. Каким способом можно заплатить только компенсацию и не заплатить до ответственности? Вот, это мой любимый вопрос. Значит, если предприятие или продавец или пользователь чувствует за собой грешки и готово, скажем так, урегулировать эту ситуацию, чтобы не иметь претензий в будущем, пожалуйста, обращайтесь. Я... У нас есть практика заключения мировых соглашений, по которым все эти вопросы улаживаются, либо под обязательство лицензироваться и на этом все, либо под обязательство выплатить определенную минимальную сумму компенсации, скажем так, и опять же соблюдать права Microsoft в будущем. Так или иначе, это абсолютно легальная процедура, которая потом в виде документов оформляется и снимает все вопросы о таком незаконном прежде пользовании. «Каким образом платить компенсацию?» Вы говорили, что обратились в МВД. Кто конкретно имеет право обращаться в МВД? Microsoft только предупреждает, а не доводит последствиями действиями. Значит, нужно понимать, что есть Microsoft Украина. Это офис местный, который занимается маркетингом, который занимается продвижением продуктов, занимается поддержкой пользователей и так далее. Он не имеет никакого отношения к юридическому преследованию нарушителей ко всей той тематике, о которой я говорил. Я же являюсь представителем корпорации Microsoft. Microsoft Corporation это правообладатель, это иностранная американская компания, от имени которой подаются заявления, от имени которой все эти действия совершаются, в пользу которой взыскиваются компенсации, выплачиваются мировые соглашения и так далее. То есть, нужно понимать, что Microsoft Corporation и Microsoft Украина это разные субъекты, разные юрлица и у них абсолютно разные, скажем так, задачи и функционал здесь в Украине. А Microsoft Украина действительно предупреждает, разъясняет, просвещает, это как раз и функция данного предприятия. И последний вопрос, является ли договор между аутсорсингом IT-компанией и клиентом основанием для защиты аутсорсера от санкций Microsoft в случае установки клиентам контрафакта самостоятельно? Здесь это сложный вопрос, на самом деле все зависит от того, как договором этот вопрос урегулирован. Если там есть оговорка, что IT-компания снимает с себя ответственность за установку тех продуктов, которые пользователь сам установил, то тут все шишки сыпятся на голову пользователя. Если такой оговорки нет или, скажем так, другие есть основания считать, там фактически, скажем так, капсалисто подтверждают, что все-таки аутсорсер установил пиратский софт, то тогда он рискует наравне с пользователем. Чем грозит покупателю покупка ПО с поврежденной покупкой? Ничем, это не страшно. Если клиент купил Windows 10 GDC с правом downgrade, можете использовать XP, где ключ брать? Ну, нигде, к сожалению, на сегодня с XP эта ситуация downgrade, в данном случае возможен до Да, у такого клиента должен быть тогда Windows XP. Он купил Windows 10 GDC, GGS, однако, если он хочет использовать XP, он должен был все время купить лицензию на XP. Вот и все. Так, downgrade, где брать ключи? Это право клиента. Если на клике не видно кода, какие действия предпринять? Ну, к сожалению, если повреждена наклейка с кодом, то в некоторых случаях, увы, ничего сделать уже нельзя. В некоторых случаях ключ продукта можно восстановить на веб-сайте Microsoft. Есть определенный раздел, где можно обратиться к этому поводу. Так, есть ли в момент проверки при вмещении сссо-бузынахода техника на аппаратный ремонт? Я понял. По поводу техники, которая в сервис-центре находится. Ну, здесь, опять же, все зависит от оформления отношений с вашими клиентами. Если у вас это никак не оформляется, просто там чек, квитанции, выписываются и все, то есть риск, что это все будет расценено как ваши компьютеры и нужно будет доказывать, что это компьютеры не ваши клиенты, в разбираться, где еще и так далее. Если же правильно оформляется, что четко можно следить, компьютер передан на сервис обслуживания, описаны какие продукты установлены на момент приема машины, то никаких претензий к сервис-центру в данном случае не будет, поскольку в документе будет отфиксировано, что все программы были инсталлированы до момента передачи компьютера в сервис. Так, если ноутбук с лицензионной наклейкой Windows 7 диска не было, будет нарушением системы с пиратского диска. Ну, опять же, как я сказал, носитель, с которого непосредственно физически инсталируется система, это при условии покупки лицензии, наличие прав. Это, на самом деле, проблема пользователя. Если он рискует, берет какую-то сборку, образ, ну, это дело его. Но самое важное, чтобы лицензия была куплена, оплачена, и были вот эти самые материальные признаки лицензионности наклейка КОА и прочее, что обычно сопровождают лицензионный экземпляр. Так, при покупке ПК-организации Windows должен быть прописан в комплектации или может покупаться отдельно? И так, и так. Возможно, но по идее логично, чтобы вместе с комплектацией с ПК в той же накладной он указывался. Так, госинстанция имеет право без заявления Магросо начать проверку. Имеют те самые инспектора службы интеллектральной собственности, о которых я упоминал. У них есть план проверок, он даже, более того, у них висит на сайте, абсолютно официальный. И не мы инициируем эти проверки, они сами каким-то образом определяют, куда они хотят сходить на инспекцию. В случае покупки компьютера-ноутбука бывшего в употреблении с легальной версии Windows, где взять чек? Если у вас компьютер с ОЕМ-версией, то опять же, тогда у вас будет наклейка КОА, и она в данном случае будет считаться достаточным. Если это новая версия, то опять же, она активирована таким образом, и это можно перепроверить и подтвердить. Если идет речь об установленной коробочной версии, то тогда вам логично, чтобы продавец передал вместе с компьютером и коробку, поскольку это как бы два будет взаимосвязанных предмета, и вам необходимо их получить как покупателя. Если предприятия нет системного администратора, по условному IT служит сторонняя организация по аутсорсингу, кто-нибудь в ответственность. Но опять же, будет решаться в конкретном деле с учетом конкретных обстоятельств. Если аутсорсер, если IT-компания перекладывая, берет на себя, скажем так, ответственность за чистоту компьютеров, то претензии будут к ней. Если она грамотно подошла к вопросу и есть оговорки, которые снимают с нее ответственность, четко ограничен, скажем так, спектр ее работы, а все остальное это компания-пользователь делает самостоятельно, то в случае уголовного дела, обыска и так далее, перевести стрелки на IT-специалистов внешне, скорее всего, не удастся. Хотя опять же, понятно, что может быть по факту это именно они инсталлировали по просьбе руководства те или иные программы. Поэтому тут нужно быть, скажем так, умнее и правильно подкладываться бумагами, чтобы в случае чего все риски были сняты с такого вот сорсера. Какие инстанции? Я на счет инстанции ответил. На этом вижу, что все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, было познавательно. по поводу Windows Home можно. На самом деле, объем лицензионных прав позволяет использовать деятельности коммерческой, скажем так. И, наконец, последний вопрос. Можем ли мы поддержать клиента, если все документы есть, а полиция все равно хочет забрать? Да, контакты есть на сайте Microsoft. Мы оказываем поддержку легальным пользователям по мере возможности, хотя, есть известно, закончу, опять же, поговоркой, спасение утопающих, делорук самих утопающих. Пожалуйста, нанимайте грамотных юристов, они смогут правильно поставить себя в случае контактов с правоохранительными органами. Еще раз спасибо за внимание. Надеюсь, было познавательно, интересно. и всем желаю хорошего дня.